Вопрос На библейский портал Экзегет поступил вопрос. В чем разница между осуждением поступка и осуждением человека? Хороший вопрос. И я вот сталкиваюсь часто, когда человек исповедует грех осуждения, когда начинаешь разбираться, то, оказывается, человек никого не осуждал. То есть он не совершил греха. Поэтому давайте мы этот вопрос разберем. Вообще-то, что есть осуждение, да? Вот когда мы каемся, да, исповедуем грех осуждения. Вот давайте обратим внимание, посмотрим, что нам говорит Священное Писание. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то добудет он тебе, как язычник и мытарь». Из этих слов Священного Писания мы понимаем, что нам не просто разрешается обличить ближнего, но даже нам дается такое наставление. А вот что значит обличить? Это осудить его за его дела или осудить его поступок? Что нам говорят по этому поводу святые отцы? Возненавить грех, но возлюби грешника. Возлюби грешника. И обличить, давайте по-простому обличить, то есть указать человеку на его грех. Это хорошо или плохо? В принципе. Сказать, дорогой друг, ты понимаешь, ты вот совершаешь большую ошибку, грех ведь это промах, это ошибка, которая дает печальные последствия. Предупредить человека об этом, подсказать ему, может, он не по пониманию, по незнанию делает это, да? Это принесет человеку пользу или нанесет ему вред? Конечно, принесет пользу. Другое дело, что человек может сказать, да, иди-ка ты. То есть не принять ваше, выражаясь языком священописания, обличение. Но правда, это дело его. Это дело его уже, как ему поступить. Обидеться, разозлиться, принять, не принять. Это его дело. И вот, а мы должны, если видим, что человек, которого мы любим, грешит, все-таки должны сказать ему о его грехе, то есть обличить. Если он вас не послушает, то взять одного или двух свидетелей. А если и троих не послушает, то сказать церкви. И это ради пользы другого. Как говорит священописание, «Но никто не ищи своего, но каждой пользы другого». Опять мы смотрим, все определяется мотивом и пользой. Мотив. Я почему хочу указать ближнему на грех? Чтобы его укорить, как говорится, в глаз пальцем? Вот ты вот то-то делаешь. Вот в аду тебе гореть за это. Но тогда это, скажем так, праведное обличение, полезное обличение, или это грех укорения? Да, это еще не осуждение. Но я уже укорил человека за его грех. Так ведь? Но если мы с любовью подходим к нему, доброжелательностью, а не тыкаем ему в глаз пальцем, и говорим, «Любимый мой человек, я хочу, чтобы ты был счастлив, чтобы тебе было хорошо». Поэтому, знаешь, вот Господь говорит, да, вот это грех, тебе плохо будет после этого. Это совет любящего отца. Поэтому могу тебе сказать, что я бы не хотел, чтобы тебе было плохо, я тебя люблю, поэтому я тебе об этом говорю. И это уже совсем другой разговор. Правда ведь? Поэтому надо, друзья мои, различать вот осуждение, укорение. Это разные грехи. Укорить я уже на примере пояснил. А вот что есть осуждение? То есть мы укоряем человека, скажем, в поступке, который он совершил. Мы не говорим ему, что он плохой и такой-сякой. Мы просто говорим, «Может, вот видишь ты, да, что творишь?» А вот осуждение, когда я уже говорю, виновен, ты убийца, преступник. Вот судья на суде, вынося приговор, ур, по сути дела, объявляет человека преступником, вменяет ему в вину совершенное и осуждает на наказание. Дает ему какое-то наказание. Вот таким судьей мы не должны быть. И об этом говорит Господь. Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падай? Падает. И будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Поэтому, друзья мои, обличать надо, ну, будем выражаться так, подсказывать человеку, да, ребенку ли своему, объяснять, рассказывать, мужу ли своему, жене ли своей, другу ли своему. Но это можно не каждый день. И уж тем более не каждый час. Видишь, не воспринимает, отойди. Важнее сохранить отношения, чем обличить сейчас. Потому что, сохраняя отношения, у нас остается возможность человеку подсказывать как-то на его пути. А если будем мы ему надоедать со своими подсказками, даже доброжелательными, ну, просто это вызовет отторжение. Поэтому все надо делать с рассуждением. Это серьезная наука. Оценить ситуацию. Уместно, неуместно сейчас. Как сказать, продумать каждое слово, чтобы постараться не оттолкнуть человека от себя, не обидеть его, да. Но делать это вот все надо с рассуждением. Осуждать нужно поступок. Ну, это про себя лучше. Вот, да, вот это нехороший поступок. Я осудил поступок. А человеку подсказать о том, что этот поступок может дать плохие результаты в его жизни. Вот. Но никогда не давать характеристику человеку. Ты такой сякой. Ты вот... И так далее. Характеристика человеку, он негодяй. Он невоспитанный. И так далее, и так далее. Это уже есть осуждение. Потому что я говорю не о поступке человека, а о нем самом. Если я заговорил о человеке, значит, я уже встал на тропу осуждения. Ну, вот. Обратите на вот это внимание, на то, что говорит прежде всего Господь и наши святые отцы об этом. И учитесь правильно поступать для пользы человека, который грешит. Ну, вообще-то, вынь бревно прежде своего глаза, а потом уже подсказывай брату своему. Поэтому, как известно, опять-таки, начни с себя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok